Ребят, всем привет! Сегодня на обзоре такая вот необычная приманка от компании Smith. Это Smith IC Surger. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина fmagazin.ru Давайте посмотрим на неё поближе. Такая вот совсем миниатюрная приманка. Размер 2,5 см, вес 1,3 грамма. Оснащена она очень острым двойником, очень качественным. Взял я её для ловли на малой реке. Определённых успехов уже добился. Что касается проводки. Есть у данного стикбейта собственная игра. В принципе, характерная для всех тонущих стикбейтов. То есть, передняя часть движется практически по прямолинейной траектории. И виляет вот так вот хвостиком он на проводке. На такой проводке я привлёк несколько головлей, но, к сожалению, не сумел словить их. А вот на рывковой проводке дела обстоят гораздо лучше. Словил я уже и несколько головлей, несколько куней разных размеров. А также в прилове присутствует щучка некрупная. Но чаще она, конечно, сходит, потому что двойник совсем мелкий. И, в принципе, не держит такую рыбу. Часто разгибается. На рывковой проводке у данного стикбейта очень классная игра. Его можно анимировать как рывками средней длины, так и очень-очень коротенькими. На каждый вид анимации данная приманка отзывается своим рисунком игры. Мне по душе самые такие вот коротенькие рывочки. Почти как мормышку дёргаем. На такой анимации стикбейт хаотично дёргается из стороны в сторону, словно раненый малёк. Очень-очень реалистичная, очень красивая игра, на которую, в принципе, и была поймана основная масса рыбы. Также данный стикбейт можно использовать на джиговой проводке, либо, например, на потяжках с паузами. На паузах он красиво сыпется. К сожалению, на видео это незаметно, поскольку я использовал довольно-таки грубую снасть. Но на ультралайтовой снасти с тонкой плетёнкой он очень красиво ролит на падении. В общем, этим тоже надо пользоваться. Ну и, в принципе, для него можно подобрать большое количество разных эффективных проводок. И это надо уже, исходя из места ловли делать, и из рыбы, которую будете ловить. А на этом у меня всё. Всем спасибо за внимание. Всем пока.